Его картины наполнены особым теплом. Полотна их в экспозиции более 50 написаны в стиле импрессионизм и реализм. Над ними не нужно думать, нужно просто смотреть и наслаждаться, узнавая старый Сухум с его лугами, горами и узкими улочками. Высокий профессионализм, шикарные живописные решения, очень приятная теплая атмосфера, переданная на его работах. Я думаю, она найдет отклик в сердцах зрителей и будет очень им приятно. Написаны полотна больше 30 лет назад. Вот кадры короткометражки о неформальной выставке Семенцова, которая прошла в 1989 году в Абхазии. Там он жил и работал больше 20 лет. На кадрах хроники можно увидеть и полотна, которые вошли в экспозицию «Сухумский период». И сегодня, уже спустя 10 лет с того времени, как Александра Семенцова не стало, его дело продолжает родная дочь Елена. Она бережно хранит картины отца и проводит выставки. Получается такое наследие, которое важно сохранить, важно показать зрителю, познакомить художника с широким зрителем. И жаль, конечно, что папа не будет присутствовать, но вот жизнь его продолжается в этих полотнах. Известный в Абхазии художник писал не только пейзажи, но и портреты. Вот автопортрет. А на этой картине он нарисовал дочь Елену. Здесь ей семь. Живя в Сухуме, Семенцов написал лишь один портрет дочери. Всего же в коллекции их около 30. Но этот особо дорог, признается Елена. Мне хотелось бегать на улицу, гулять. Папа меня просил попозировать. Он немножко недописан. Вы видите, вот руки, они были недописаны. Это говорит о том, что, наверное, в какой-то момент я не выдержала и побежала на улицу играть. Выставка «Сухумский период» уже с успехом прошла в Абхазии. В России ее выставляют впервые. В планах повезти полотна в Краснодар и даже в Стамбул. В Сочи откроют выставку завтра. Ожидается целая делегация из Абхазии. Одни на полотнах узнают Сухум и его окрестности. Другие, возможно, откроют для себя Абхазию с новой стороны. То, как ее видел известный художник Александр Семенцов.